Некоторые люди ошибочно думают, что свалки мусора здесь только на окраинах. Нет, вот мы прямо в железнодорожный вокзал, ворота в город. Деревья не нужны, велосипеды не нужны, ничего не нужно. Обрати внимание на запах, исходящий из этого дома и особенно ночной. Вот этим пидорасам им мешает охранный статус. Они жалуются, что им сложно снять и снести здание с охраны. Напишите в комментариях, вот можно в такой ситуации не материться? Так, что это за безумие какое-то, я не понимаю. Может проходил какой-то конкурс на самый безумный парк и чета в нём участвовала? Вот такая собака. Здесь, кстати, сохранилось очень много такой деревянной застройки. Некоторые здания такие очень неплохие. И их можно восстанавливать и сохранять. Так, что-то здесь случилось. Прохожий, обрати внимание на запах, исходящий из этого дома и особенно ночной. В квартире этот запах в 100 крат сильнее и губительнее. Что-то я нюхаю и не понимаю, чем здесь пахнет. Может, там кто-то умер? Простите, великодушник. Да. Вы кто-то, о ком я думаю? О ком вы думаете? О Варламе? Да. Я ваш просто давний поклонник. Да, очень приятно. Вы же на Эхо постоянно там помлекуете в блоге. Вот так, ну как, впечатления? Пока нормально. Пытаюсь понять, что это за запах, но что-то... Наверное, запах... Видимо, нос заложит. Ну, это, наверное, это самое. Здесь продолжаются все вот эти вот дома. Смотрите, с такими вот наличниками, с такими ставнями и даже нет тротуаров. Удивительно, конечно. Дома классные, но, к сожалению, все это такое приходит в негодность. Все это такое заброшенное, все такое ветхое, и все это пожирается вот современными этими коробками кирпичными, бетонными. И здесь, к сожалению, Чита идет по стопам Уфы, которая снесла всю свою деревянную застройку в центре. Она, по мнению уфимских властей, не представляла никакой ценности, поэтому они ее все уничтожили, и ничего там не осталось. Я уже много раз рассказывал, но, поскольку, наверное, этот ролик будут смотреть жители Читы, которые видят меня впервые, я просто повторю, что ценность представляют не отдельные здания, да. То есть мне не можно сказать, что вот это вот здание, оно некрасивое, поэтому мы его снесем. Вот это вот память к архитектуре, поэтому будем его сохранять. Так вот, ценность представляет не отдельные здания, а ценность представляет среда. То есть важно сохранять среду. И когда вы берете и рядом вот с такими деревянными зданиями, красивыми зданиями строите вот эти вот кирпичные убогие многоэтажки, то вы убиваете среду, все. То есть уже можно дальше все сносить, уже никакой ценности нет. Вся ценность здесь, это именно в непрерывной исторической ткани. Я вам показывал районы в том же самом Таллине, да, когда совершенно вот непримечательная по отдельности застройка деревянная, она сохраняется вот вместе, и это получается очень крутые атмосферные районы. То же самое в Скандинавии мы часто видим. Но у нас этого, к сожалению, не понимают. И то немногое, что есть в наших городах, вот эту историческую ткань, ее разрушают и уничтожают. И очень жаль, что Чита идет по этому же пути. Смотрите, какие крутые деревянные дома. Вот с этими наличниками массивными, с карнизами, с ставнями. Смотрите, какая красота. Вот это же главная ценность старой Читы. И вот если бы это не разрушалось, сейчас это, конечно, находится в таком вот упадке, и я думаю, там лет через пять уже ничего не останется. Если бы вот это вот все не разрушалось, если бы это сохранялось, если бы городские власти, да и жители понимали ценность в этом, потенциал, то, конечно, Чита была бы совершенно в другом сегодня состоянии. Жалко. Просто когда допомнимся, когда придут люди, которые понимают, уже нечего будет сохранять. Посмотрите, какие вот помещения были. Это помещение такое цокольное, как полуподвальное. Вон здесь печь, такие массивные стены, каменные, да, кирпичные стены. То есть это не какое-то барахло там деревянное. Погреб. Вот это все вот разрушено. Все сожгли. Видите? Жгут эти дома и на их месте строят барахло. И чтобы вы просто понимали, что происходит сегодня в Чите, я вам зачитаю прямо свежайшую новость. Начальник комитета по строительству Читы Денис Ерушин пожаловался министру территориального развития Забайкальского края Виктору Познякову, что здания, которые являются памятниками историко-культурного наследия, мешают работать строителям. Вот это вот все, что мы с вами видим, друзья, это все мешает работать строителям. Некоторые дома, которые мы расселяем, являются памятниками историко-культурного наследия. После того, как оттуда съезжают люди, с домами нужно что-то делать. Этот статус памятников очень мешает строителям. Ведь сделать со зданием по факту ничего нельзя. Мы не видим во многих из них никакой исторической или культурной ценности, ни лепнины, ни каких-либо представляющих интерес элементов декора. Чтобы хоть как-то к таким домам подступиться, нам надо сделать три экспертизы. И когда мы приходим с этим соответствующие ведомства, с нами просто разговаривать не хотят. Очень сложно снять этот статус, потому что, понимаете, да? Вот мешают строителям памятники архитектуры. Вот сейчас бы взять и застроить здесь вот это все прекрасным бетонным кирпичным барахлом. А тут статусы у этих зданий. Вот читаешь вот эти вот новости, думаешь... Вот этим пидорасам им мешает охранный статус. Они жалуются, что им сложно снять и снести здания с охраны. Им сложно памятники архитектуры сносить и строить свои коробочки. Понимаете, какой ужас? Вот посмотрите, да? Вот взять бы и снести это все. Вот что это такое? Вот надо взять, взять и все снести. Стоит здесь непонятно что. И застроить вот такими прекрасными жилыми комплексами. Совсем другое дело. Это же сколько квартир там можно продать. Это же сколько можно выручить. Вот другое дело. Сразу земля с толком. А это все сжечь. Сжечь! Знаете, как бывает? Случайно горит, горит, горит и ничего не остается. Вот другое дело. Вот на месте очередных исторических зданий построили вот это облицованное дешевым керамогранитом. Барахло разваливающееся. Люди 100-200 лет назад дома строили, они до сих пор стоят. А эти дегенераты не могут построить. Через год уже все это барахло одноразовое, все разваливается. И они этим говном хотят весь город застроить. Напишите в комментариях, можно в такой ситуации не материться? Непонятно, что с этим делать. Потому что здесь, конечно, нужно понимание. Здесь нужен другой уровень культуры. И в первую очередь, должен быть у людей, кто принимает решения. Я много говорил именно про ценность заказчика. То есть, заказчик должен быть образованным, заказчик должен быть компетентным. Заказчик, а чиновник в данном случае выступает заказчиком. А развитие города, он должен в первую очередь сам понимать это все. Он должен быть образованным. У нас, как это часто бывает, решения принимают люди малограмотные. Принимают они, не думая о будущем. Гонятся за сиюминутной прибылью. Ну и готовы разменять вот самое дорогое, историю, культуру, все что у нас есть. Ради каких-то вот сиюминутных доходов, преференций себе, своим друзьям. Уничтожают город. Чита хороший тому пример. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение у вас? Боевое? Настроение. Мы туристы. Что посмотреть в Чите вообще? Какие места интересные? Вот, пожалуйста. Это что? Это храм. О, храм. И если это... Если еще попить, то можете на вокзал стоить. Там большой храм. Понятно. Есть еще храм. Вот здесь можете сходить на медицинскую. Ну, короче, только православные какие-то, да? А что вам еще? Знаете, получается, а? Нет. Есть, кто фотографирует. Там гранг стоит на Горьково. Там? Там. Вот. Там на нем написано. За Россию. Понятно. Ясно. Ладно, у вас все хорошо, самое главное. У нас? Да. Вот на бутылку не хватает. Чего не хватает? На бутылку. На бутылку? Нам тоже не хватает. Ну, ладно. У нас здоровья не хватает. У вас чего не хватает? На бутылку. Не лучше. Не лучше. А сколько бутылку стоит? Не-не, у меня карта. 200 рублей. Слушай. А где? Ну, найдем уже. Ну, дай 200 рублей, и что? Давай я по карте возьму. У меня просто карта есть. Ну, пойдем проверить. Пошли возьмем. Я по карте возьму, но вы тогда со мной выпьете. Ну, просто бежать. Привет. Как зовут, кстати? Саня. Саня. Илья. А ты только где? Да. Привет. Привет. Илья, куда? Мы водку купить. Так, а где магазин? Ну, вы сами, получается, с Москвы, а? Да. С Москвы туда. Хорошо. Давайте, дайте что-нибудь дай, и мы пойдем. Давайте. Русский стандарт есть? Русский стандарт. Нет, давайте я вам дам снежный барс. Хороший работа. Давайте, снежный барс. Снежный барс, да. Да. Да, и пару шоколадок дайте. И стаканчики еще. Так, нам нужно 5 стаканчиков. Так, все. Давай. Все, спасибо. Давай сядем уже и хлопим, и мы пойдем, вы будете отдыхать. А то нам надо это. А курева-то нет вот. Начинается. Куда-то мы сейчас идем, хуй знает куда. Вот у нас литка. Давай вот здесь нормально же. Пойдем, пойдем. Сейчас. Нормально. Вот, к этой литке. Туда. Вниз. Ага. Там нормально можно, да, бухать? Здесь нормально. Не дует. Ветра нет. Писка нет. Давай. Собаку? А зачем? Она же даже не лает. Когда не лает? Вообще не лает. Это сейчас пока не лает. А вот маленькая ко мне спустится. А, и на что? Собаки добрые, блин. Все. С московскими друзьями, да что у нас получается? Все будет хорошо. Ну, вы же московские, нам главное дожить. Дожить до ком, блин. Когда все хорошо будет. А, у нас пока все хреново, а? Я не знаю. Все, ладно, мужики. Нам надо идти. Хорошего вечера. Ну все, давайте. Что ты лаешь? Улица Ленина, самый центр. Обычная советская застройка. Остатки каких-то заборов. Типовые вот эти вот сталинские дома. Все так довольно мило. Очень, кстати, круто то, что в Чите есть троллейбусы. Какая-то теплотрасса по центру дороги. Она напоминает в Бомбее или в Мумбаи, как кому больше нравится. Где снимали вот этот фильм «Миллионер из трущоб». Там вот дети в школу по такой большой трубе ходили. Потому что труба это было единственное чистое место без говна. Здесь тоже такая вот труба. Но ее используют, чтобы клеить объявления. Вот, кстати, пример совершенно бесполезного, а более того, вредного забора. То есть, видите, они почему-то огородили здесь забором парковку. В итоге люди, которые припарковали машину, они идут по проезжей части, чтобы дойти до тротуара. Никого толку в этом заборе нету. А вот вред от него большой. Поэтому от заборов нужно избавляться. Кроме заборов они еще поставили эти совершенно ужасные, отвратительные лавки с рекламой. Это просто какой-то лютейший, извиняюсь, пиздец. Вот вы обратите внимание, если в вашем городе вот что-то такое есть. Рекламные вот эти вот лавочки. Это очень-очень стрёмно. Мало того, что они выглядят хреново. Они захламляют это пространство. Но стоят они не так, как удобно людям было бы сидеть. Они стоят так, чтобы рекламу было эффективнее показывать. Деревья были здесь. Деревья обрубки все. Вот это вот так называемое наше хронирование, когда от дерева ничего не остается. Теперь стоят какие-то обрубки непонятные. Деревья здесь враги, враги-читы. И недавно главный архитектор активно высказывался, что ему деревья мешают делать парковки. Сейчас я вам это зачитаю. Да, так и сказал, что деревья вдоль проезжей части закладывались как резерв для развития дорог. То есть вот эти вот деревья, которые мы видим с вами вдоль улиц. Это не деревья, а это резерв для развития дорог. Они, по мнению главного архитектора, закладывались. Что-то новое. Причем, как видите, они закладывались на обеих сторонах улицы. С южной стороны фасады, цель этих насаждений еще и в тени, которая спасает жару. С южной стороны у нас стоят дома, которые сами по себе дают тень. А те же деревья, которые размещаются вдоль этих домов, находятся в угнетенном состоянии. Кривые, наклонные. С вероятностью, что они сами упадут и создадут небезопасную ситуацию. Почему бы эти деревья, которые не выполняют свою функцию, не убрать. И использовать территорию под другие цели. Устройство автопарковок. А ведь деревья, которые дают тень, их не надо трогать, сообщил Михаил. В общем, друзья, как вы понимаете, ну это и видно. Деревья тут главные враги у главного архитектора. И, видимо, у других чиновников, которые с этими деревьями постоянно сражаются. То, что здесь переход будет нормально, вот никого не беспокоит. А деревья им помешали. Теперь, друзья, вместо деревьев на улицах такие вот обрубки. Ой, а вот нам навстречу едет велосипедист. И велосипедисты, как и деревья, они тоже враги у нас главного архитектора. Потому что главный архитектор очень не любит велосипедистов. А когда зашла речь строительства велодорожек в Чите, то главный архитектор рассказал удивительные вещи. Оказывается, что ширины улиц не хватает. Ну и когда кататься на велосипеде, спрашивает главный архитектор. Три месяца в году? Три месяца в году. Все остальное время у нас зима. Конечно, некоторые любители зимой кататься, но это экстремалы. Вот так вот. Оказывается, кататься на велосипеде, по мнению главного архитектора, можно только три месяца в году. Все остальное время кататься нельзя. Ох, я все забываю, когда в Канаде, оказывается, или в Финляндии, объяснить канадцам, финнам и другим дуракам, что прекращайте развивать велодвижения, прекращайте строить велодорожки. У вас же зима, зима, никаких велосипедов быть не может. Вон, посмотрите, в Чите сидят специалисты. Деревья не нужны, велосипеды не нужны, ничего не нужно. Это город деревьев-уродов. Вообще, после таких высказываний его нужно было отправлять в отставку и запрещать занимать государственные должности пожизненно с такими идеями или на какое-нибудь перевоспитание. А вот здесь, видимо, реализуется мечта главного архитектора Читы. Видите, он расширяет дорогу за счет деревьев, газонов, каких-то насаждений, что здесь были. Вот здесь уже расширили, парковочку сделали. Вот потрясающе, удобная парковочка в метре от окон домов. Здесь какие-то деревья пришлось сохранить. Мешают, мешают деревья, мешают вот это все бы снести. Вот хорошо бы было. Но здесь вот пришлось, к сожалению. Не домучили эти деревья, но я думаю, скоро их домучат. Восьми классница. Восьми классница. Восьми классница. Восьми классница. Очень сложно, конечно, на все это смотреть после Финляндии, когда ты видел все это потрясающее отношение деликатное к исторической застройке, к архитектуре. И ты вот идешь по центру Читы, где сохранились какие-то еще здания. Их не так много, но они все находятся в таком не очень удовлетворительном состоянии. Ну, по крайней мере, пока то, что я вижу. Я понимаю, что то, что я сейчас рассказываю, если меня смотрят читинцы, они вообще, наверное, не понимают, что мне здесь не нравится. Ну, и вот новая архитектура. Вот эти вот убогие просто сараи, дешевые, пластиковые, одноразовые, неуместные. Насколько они, конечно, дико вот это все говно смотрятся среди остатков исторической застройки. Даже советские здания, они же могут быть, они совершенно нормально выглядят. И будь они в хорошем состоянии, они могли быть украшением этой улицы. То есть, может быть, хороший такой парадный фасад со всей этой архитектурой. Но, видите, сами здания никому не нужны. Все это такое потрескавшееся, развалившееся. Вон вся штукатурка, лясины отваливаются, балконы разрушаются, никому не нужно. А вот нижние этажи, где можно было что-то из них выжить. Они тут все надстроили, сделали совершенно эти неуместные витрины. Мы с вами идем, и с уровня земли, конечно, вообще не видно, непонятно, что здесь происходит. Можно вопрос? Да. А для чего снимаете? Просто снимаю, прочиту репортаж. А вот? Да. Молодец. Живете здесь? Да. И как чета вам? Мы готовимся к референдуму по изменению Конституции. А вы хотите, чтобы что? А вот, вот эти вот. Внешне управление. Запрет на государственную идеологию, без государственной идеологии. Как может государство развиваться? Что с Путиным делать, скажите? С Путиным ничего не надо делать. Вот мы сейчас подписи собираем, ему предоставляем, а он как гарант Конституции, а мы как источник власти, народ, мы к нему сейчас обратимся с этими с двумя миллионами подписей, чтобы он уже как бы референдум вот этот вот инициировал. Можно сказать, вы принципиально за Путиным или против? Мы... Если против, я не хочу даже боюсь, сейчас такое время. Нет, нет, нет. Вы принципиально за или против? Во-первых, у нас национально-освободительное движение. А, это вы за Путиным? Это народное движение. Лидер у нас Путин. А, все. Самое главное. У нас спрашивают, вы за Путиным, я говорю, я не за Путиным, я за народ. Правильно. А Путин с нами, с народом. Так подождите, а вы расскажете, а пенсионный, кто прописал? МВФ. Международный валютный фонд. А я думал, депутаты приняли. Нет, нет. О, друзья, здесь у нас модненькое общественное пространство, которое мы сейчас с вами заценим. Ничего себе! Как говорится, ничего себе бывает. Здесь модные лавочки. Ну, что сказать. Лавочка выглядит относительно симпатичная. Такая вот бочковитая, эргономичная. Неплохо. Единственное, я бы не ставил так вот впритык эти урны. Ну ладно, хорошо, с лавочками не так все плохо. Хорошо, что дорожка выше уровня газона. Плохо то, что газоном и всем остальным они просто забыли заняться. Здесь какие-то колдобины, вот как после стройки осталось. Так это и есть. Это у нас площадь декабристов. А, это все лавочки. Лавочки, лавочки, лавочки. Ну, потрясающе. Мне говорили, что где-то в Чите есть одно неплохое общественное пространство. Непонятно, они имели в виду вот это вот или есть еще какое-то другое. Если они имели в виду это общественное пространство, то оно плохое. Плохое оно потому, что здесь совершенно ничего нет. То есть общественное пространство, я вам много показывал того, что сейчас там делается в мире, общественное пространство это не набор красивых там современных лавочек. Это должен быть какой-то набор активностей, чтобы людям при этом, людям разного возраста, разного социального положения было чем заняться. То есть по-хорошему, вот видите, там сидят велосипедисты и грустят, им делать нечего. Вон дети ходят и люди с собаками тоже грустят. Есть люди, которые находятся, они находятся не потому, что это классное общественное пространство, потому что оно, наверное, одно из немногих более-менее цивилизованных здесь общественных пространств, а других просто нету. Поэтому они здесь вынуждены находиться. Но им совершенно нечего делать, то есть нет детских площадок, здесь нету спортивных площадок, здесь вообще ничего нету. Это, конечно, грустно. Я уже молчу про то, что вот эти вот лавочки, они как-то во что-то такое нечто превращаются. Это очень странно. Я, если честно, не понимаю, что вот это вот такое какое-то мега странное и глупое решение. То есть с этой стороны здесь лавочка, а с той стороны какая-то ерунда. Мы попали в парк. Парк культуры и отдыха. А, ничего себе, это парк культуры и отдыха. Администрация. Красные звезды. Значит, первое, что нас встречает, это киоск арбуз. Потом автомат кока-колы. Дальше какая-то убогая пластиковая площадка с пальмами. Здесь клумба с сердцами. Вот эта вот дебильная скамейка примирения, которую везде любят делать. Я не знаю, видимо, какие-то друзья мэра или кого они все тут барахло из понаставили. Да, Чита 2016. Это памятник любви. Это памятник любви. Страшно дальше идти, что там еще будет. Здесь футбольное поле. Здесь какая-то беседка корона. Здесь катер, по которому дети карабкаются. Ага, это у нас памятник морякам-пограничникам Забайкалья. Здесь списаны китайские аттракционы. Я боюсь идти дальше, что там еще будет. Я еще очень удивлен, потому что здесь какие-то типа исторические объекты. Вон там какая-то беседка, сейчас мы посмотрим. Они перемешаны с какими-то непонятными китайскими аттракционами, непонятными ларьками. Совершенно убогими малыми архитектурными формами. Какие-то модели военные советских времен. Они чередуются с этими барахляными аттракционами. Какими-то типа историческими вот там домиками-беседками. Советскими вот этими неоклассическими вазами, лестницами, оградами. Фонтан вообще ниоткуда, какие-то строения. Такая каша. Такую редко не увидишь. Очень необычно, я вам скажу. Я даже вот честно нахожусь в смешанных чувствах относительно всего этого. Может проходил какой-то конкурс на самый безумный парк. И чета в нем участвовала. Почему они дерево... Зачем они закрыли? А, тут какая-то скульптура. Да ладно. Офигеть, они вырезали из дерева, из пня, они вырезали какую-то скульптуру еще здесь. Да, все это пришлось сбагрить еще народным творчеством. Скамейки, ограды, какая дичайшая каша. Да, здесь скорее всего какие-то скульптуры. Они их закрыли на зиму. Совершенно непонятно. Это вход. Это вход. А это туалеты. Вот М, М и Ж. Даже интересно как туалет выглядит. Это что это такое, просто дырка там или что? Туалет это просто вонючая яма с дырками и кисталактитами говна. Слушай, я первый раз такую дичь вижу. И это все прямо около аллеи. Я думаю, что так воняет. Оказывается, эти выгребные ямы туалетные. Я что-то пребываю в каком-то легком шоке. Здесь еще исторические фотографии посреди газона. Нужно по говнук на них идти, чтобы все это посмотреть. Такого я еще не видел. Кстати, интересно как сами читинцы к этому относятся. Они понимают, что их жестко обманули с этим парком? Или им кажется, что это так вот и должно быть? Так, через какой-то безумный остров от друга мэра. Вот такое вот говнище может сделать только друг мэра. Или какая-нибудь там, не знаю, троюродная сестра, которая поступила в художественный какой-то техникум или закончила какой-то кружок. И она говорит, я теперь могу что-то красивое придумать. Давай мы сделаем какой-нибудь мостик и такие вот уебищные кривые лавочки. И он говорит, ну давай, давай, сколько мы тут сможем заработать. Вот, так вот появляется все это вот кованое непонятное говнище. Бессмысленное совершенно. Здесь какие-то заборы в стиле колхозный хуторок. Здесь очередная какая-то скульптура, накрытая на зиму этой хренью. Зачем ее на зиму закрывать? Что там хоть? Интересно посмотреть, какой-то олень. Да. То есть просто намешали вообще все, что только можно. Какая же жесть. Совершенно не понимаю, зачем они все скульптуры закрывают на зиму вот этим вот профильным листом. В чем прикол? Они что боятся, что зимой эти от снега погибнут эти скульптуры или что? Вот здесь у них вот эта вот стела, посвященная афганской войне. И они вот с гордостью показывают, как у них выглядит парк. Какая-то стремная беседка. Шрек. Танки. Какие-то коты сидят. Прокат этих машинок. Исторический какой-то павильон новодел. Обязательно, конечно. Конечно, куда же без шашлычных, конечно же. Шашлычные. Здесь же вот опять память. Здесь эти лавочки. Опять военная техника. Гена с чебурашкой. Какой-то музыкант. Какие-то непонятные ларечки. Фонтаны. Опять эти кадеты там с кем-то танцуют. Слушайте, какая каша всего. Один из худших вообще парков, которые я когда-либо видел. Какая-то безумная отрыжка стилистических вообще разных чуждых враждебнутых другу элементов. Есть что-то историческое. Есть что-то вроде как память о войне. Какое-то мемориальное значение. Какие-то непонятные торговые точки. Шалманы. Шашлычные эти. Детские какие-то уголки. Каждый метр как-то раздербанен, поделен. И все это еще приправлено на какой-то безвкусный, отвратительный. Вот это вот кованым, какой-то блевотиной. Колхозный. Я вообще не понимаю, как это все вместе. Они могли в одном месте поставить. И все это происходит в центре Читы. Это какая-то дичь. Я такого никогда не видел. В общем, никогда не давайте делать парки военным. Вот здесь 100% военные делали. Все-таки круто, когда каждый занимается своим делом. Военные занимаются защитой Родины. Архитекторы и дизайнеры должны заниматься планированием парков. Но вот когда военные решают, что они могут делать парки. Получается парк культуры и отдыха. Как в Чите, около дома офицеров. Грустный пример. Как уничтожить историческое здание. Во-первых, еворемонт. Во-вторых, это какая-то убогая, нелепая пристройка. И все здание в прыщах кондиционеров. Что это такое? Напишите в комментах, как это мне понимать. Как к этому относиться. Что за пиздец происходит в Чите? Ну, конечно, здание государственного банка раньше было совершенно другим. Оно было отдельно стоящим. И я так подозреваю, они сделали еще еворемонт. Упростив лепнину, сделали еворемонт. И пристроили вот эту совершенно нелепую какую-то вот пристройку. Тут какие-то вот есть в центре каменные здания, исторические. Их очень мало. И большинство из них находится в совсем неудовлетворительном состоянии. Зато даже эти немногие здания, которые вообще нужно оберегать, их нужно пылинки сдувать. Они тоже изуродованы вот этими вот пластиковыми окнами. Вот здесь они влепили это окно. Даже монтажную пену не заделали. Просто выломали все, что было, и поставили дешевый вот этот пластиковый стеклопакет. С пленкой под дерево. А вот в таком состоянии здесь двери оригинальные. Скоро их тоже выломают и поставят металлическое говно. Слушайте, вот же у нас и металлическое говно. Ну, кстати, я не удивлен, что здесь находится у нас Министерство культуры Забайкальского края. Очень хорошо видно, как они относятся к культуре. Видите, все разваливается, здание все захапали, а содержать его в нормальном виде не могут. Некоторые люди ошибочно думают, что свалки мусора здесь только на окраинах. Нет, вот мы прямо железнодорожный вокзал, ворота в город. И здесь прямо вот вокруг вокзала тоже свалка мусора. Настанет время и в РЖД сделают над всеми переходами лифты, что можно будет за багажом комфортно подниматься. Как сейчас на эту хрень затащить чемодан, совершенно непонятно. Все, теперь можно любоваться закатами и железной дорогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова